Привет! Знакомьтесь, это мой новый зверь, маисовый полос. Это самка, совсем еще маленькая, самого стандартного окраса, очень туристая в содержании, не требующая зимовки и абсолютно равнодушна к рукам. В отличие от многих змей, она не выделяет никаких пахучих жидкостей, когда ее берешь на руки, поэтому эта змея считается самой лучшей для новичка. Пока маис маленький, он может побаиваться и резко двигаться в тот момент, когда вы хотите его взять. Но по мере взросления змея привыкнет к тому, что ей ничего не угрожает и будет вести себя абсолютно спокойно. Сейчас длину нашей змейки приблизительно 40 см. Во взрослом возрасте в неволе эти змеи достигают до полутора метров. И я очень надеюсь, что у меня все получится и моя змейка вырастет в большую длинную красавицу. Для жизни мы сделаем ей террариумы с ванной и укрытием. В качестве подсилки используем листы бумаги А4. Этот террариум в дальнейшем ей будет маловато, поэтому мы купим другой. А пока что она будет расти и поживет в этом. Большую часть времени она проводит на руках или ползает на видном месте. Однажды она сумела выбраться из террариума, и мы с большим трудом нашли ее. С тех пор внимательно следим, чтобы такого не повторялось. Я новичок, и несмотря на то, что изучила тему содержания, все равно допускаю ошибки. К сожалению, без ошибок ничему не научишься. Но, слава богу, ошибки не стоили змейке здоровья, и все хорошо закончилось. А я для себя уяснила, что между раздвижными дверками террариума нужно обязательно делать какую-то прокладку. Именно через эту маленькую щель этот красивый шнурок выскользнул. Побег случился ночью, и я представляю, сколько было бы виска, если бы посреди ночи моя мама проснулась от ощущения того, что у нее в постели змея. Кушает она замороженных мышек один раз в пять дней. После еды несколько дней мы не берем змею на руки и не выпускаем из террариума. Она сидит в покрытии, греется на термоковрике и переваривает мышку. Как раз пришло время перекусить. Мышонка нужно залить горячей водой, чтобы он разморозился, стал мягким и теплым. Просто кладем мышонка в террариум, в то место, где укрыла змея, и оставляем в покое. Буквально через пару минут змея уже обнюхивает обед. А еще через несколько минут с обедом уже покончено. И змейка отправляется на отдых. Моисовый полос – великолепный зверь. Я очень рада тому, что завела себе такую радость. Буду изучать тему декора террариума. Если у вас есть опыт, поделитесь со мной в комментариях, какими материалами лучше украшать террариум. В первую очередь, чтобы змея было комфортно жить и расти. Субтитры сделал DimaTorzok